Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 3, 2, 8. Давайте приступим. В этом упражнении у нас нет оценки нашего выполнения, но нужно будет обязательно ответить на все вопросы, которые будут указаны здесь, а также в PDF-файлике. А я вам просто помогу разобраться, как проходить это задание. Давайте начнем. Первое, что нужно сделать, это пропинковать с ПК-1 на ПК-6. Я уже нажала кнопку Fast Forward Time, и у меня все индикаторы стали зелеными. Эта кнопка находится в нижнем левом углу. Вот она, две стрелочки. Давайте дальше. Нажимаем режим симуляции. В данный момент он чистый. Выбираем Add Simple PDU. Вот он. И кликаем сначала на ПК-1, потом на ПК-6. Вот ПК-1, вот ПК-6. У нас появилось два пакета. Если мы будем нажимать вот эту вот кнопку, мы будем видеть, куда двигаются эти пакеты и что происходит во время дороги. Первый неудачный. Давайте поставлю задание вот как-то вот так, потому что у меня может выскакивать ошибка переполнения буфера, чтобы мы ее видели. Давайте кликаем дальше. Дальше, дальше, дальше. И как вы можете видеть, ни один из пинков неудачный, и они не доходят до ПК-6. Вам нужно будет подумать, почему, и ответить. Но даю небольшую подсказку. Смотрите на название, скорее даже на номера деланов. Давайте посмотрим дальше. Нам нужно пропинковать с ПК-1 на ПК-4. Нажимаем кнопку Reset Simulation. Секунду. Теперь нам нужно выбрать другие пакеты. Выбираем вот Add Simple PDU, ПК-1 и ПК-4. ПК-4 у нас вот здесь. Опять-таки кликаем и смотрим, куда будут идти пакеты в данный момент. Как видите, пакет приходит, но все равно пришел, вернулся и возвращается уже по данному пути. Но если вы посмотрите, пинг у нас пришел удачно. Это происходит потому, что эти два устройства находятся в одной сети, VLAN-10 и VLAN-10. Давайте посмотрим дальше. Нам нужно будет почистить конфигурацию на всех свечах и посмотреть, что у нас будет. Это возвращаемся в режим реального времени и удалить Startup Config. Откроем первое устройство. У меня это S2. Первый попался под руку. S2. Командная строка. Enable. И для того, чтобы удалить Startup Config, сначала нужно ввести команду Enable. Далее есть команда Arrays Startup Config. Enter. У нас спрашивают, уверены ли мы в том, что мы хотим это сделать. Мы нажимаем Да. И Arrays у нас сработал. S1. Командная строка. Enable. Arrays. Startup Config. Подтверждаем. Готово. И последнее устройство. Командная строка. Enable. Arrays. Startup Config. Подтверждаем. Готово. Что у нас дальше? Нам нужно посмотреть, где сохраняется VLAN файл. Ну, то есть это файлик с данными про все VLAN. И удалить его, чтобы... Можно посмотреть, что будет происходить, когда его не будет. Для этого откроем первую строчку, например, вот это. И пишем Show Flash. Поскольку у нас информация про VLAN у нас хранится в флэш-памяти, при выводе этой команды мы увидели вот VLAN. VLAN дат. Теперь нужно его очистить. Для этого вводим команду Delete VLAN точка DAT. У нас... Уточняю точную мы хотим это сделать. Нажимаем Да. Подтверждаем. Удаление. Готово. Точно то же самое делаем тут. Delayed VLAN дат. Дат. Подтверждаем. И последнее. Готово. Теперь нам нужно перезагрузить все устройства. Команда Reload. Раз. Два. И три. На момент перезагрузки у нас все индикаторы станут красными. Это нормально. Нажмем кнопочку Fast Forward. Пока все станет зеленым. Теперь нам нужно проделать все то же самое с пингами. Режим симуляции. Вот у нас они все сохранились. Кликаем на Capture Forward. И внимательно наблюдаем, что происходит в данный момент у нас с пакетами. Видите, они рассылались по всех устройствах, пока не нашли свое местное назначение. Теперь она просто отсылается уже на ПК-4, на которые и должно было. Вот таким образом мы сегодня проделывали задание 3.2.8. Не забывайте отвечать на вопросы. На этом все. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.